очень важно планировать ваши тренировки а также контролировать выполнение этих планов это стратегически важно особенно на начальных этапах либо на тех этапах а когда вы осваиваете новые типы упражнений и новые методы если вы вышли уже на какой-то режим то план в принципе не нужен вам потому что ваши тренировки будут очень похожи друг на друга они будут однотипны несколько что неплохо кстати сказать вы по одному два или по три месяца будете делать в принципе одно и то же войдете в определенный режим и вам не надо будет запоминать что вы делаете потому что вы это будете знать уже наизусть но вот когда вы только начали заниматься или осваиваете новое здесь к сожалению или к счастью вы не сможете так это все легко запоминать вам придется концентрироваться и я рекомендую вам обязательно завести дневник ваших тренировок можно делать это по старинке так как это делали раньше отобрали блокнот какой-то либо тетрадку и там заносили все что вы делаете но этот метод на самом деле неплохо то хороший контроль то что мы пишем собственными руками то мы лучше запоминаем все понятно несколько типов памяти подключаются их механическое да когда мы пишем до зрительные видим то что пишем и так далее вот но дневник такого плана он слегка неудобен неудобен он тем что вы его можете забывать не всегда его сможете таскать и вот современные технологии современные гаджеты в виде коммуникаторов и смартфонов они позволяют облегчить в этом плане жизнь просто очень даже хорошо и почему я вообще об этом заговорил что за дневник ведь у нас упражнение это очень короткие наши циклы занятий тоже малы но зачем же такой сам дневник дело в том что если вы находите время целиком сделать всю тренировку вот стали с утра и от начала до конца прогнали весь позвоночник сверху донизу дам да и у вас только поддерживающий цикл фон тренинга идет у вас все одно и то же только утром и только вечером то тут да все это просто а вот если вы работаете над каким-то отделом еще дополнительно или вы разбиваете весь ваш цикл занятий на несколько микроциклов в течение дня то например в офисе вот вам удобно шею работать потому что не надо переодеваться можно сидеть за стулом это сделать вечером вы работаете предположим поясницу дома когда вам надо лечь на пол а что-то вы работаете в парке верхнюю часть тела например там и грудной и поясничный отдел стоя или сидя в парке да на коврике вот то есть разное время занятий да то есть находите для разных упражнений и для разных там отделов позвоночника разное время и разные места и вам нужно как-то отметить что вы сделали сколько раз проконтролировать себя это важно вам только кажется что вы запомните это все да это и не нужно запоминать до стараться вы не запомните запишите и вот современные с технология отдела позволяют сделать очень легко не надо заводить какие-то таблицы в excel выполняя их или делая свои собственные интерфейсы я рекомендую вам в любом в любом совершенно для любой операционной мобильной системы существуют такие приложения для android на том же с play маркете можно зайти и набрать сам дневник тренировок вам сразу появится куча бесплатных программ вам платные в общем-то и ни к чему потому что вам по на его вам принципе потребуются самые непростые функции программы вот там уже будут какие-то упражнения забиты в основном они предназначены для занятий фитнесом вам они не понадобятся главное чтобы там была функция создание собственных упражнений вы эти наши упражнения создаете и чтобы функция была там отмечать либо количество раз либо количество секунд и если вам это по времени нужно сколько вы это дело делаете вы тренировку можете заранее запланировать а потом отмечать что вы выполнили в течение дня в итоге вы сделаете абсолютно полный набор значит вашего тренинга вас получится все великолепно это хороший контроль это вырабатывает дисциплину вы не будете пропускать ничего вы будете замечать что вы выполнили что вы не выполнили как и это позволит вам дальше удобно распланировать ваш день вы будете видеть сколько по времени у вас это что занимало и можно будет как-то это переиграть потому что весь но мониторинг этот он сохраняется его уже спокойно можете что-то перекраивать и в итоге выстроить план тренировок более стабильный или даже если не стабильный вы будете знать что вот на занятии шеи у меня там уходит в среднем около 7 минут например или там нас около пяти минут так вы это не проконтролируйте толком что вы не будете помнить сколько вышли сделали когда вы это делали может и запомните но это сложности дополнительные давайте будем сложности избегать удобство еще в чем заключается дневник я уже говорил можете забыть оставить где-то вы не будете таскать с собой телефон вы всегда собой таскаете везде даже в туалет наверно то есть я вот таскаю понимаете вы не остаетесь с этим гаджетом он стал неотъемлемой частью нашей жизни без него как трудно и поэтому почему не воспользоваться им действительно там где это надо они там где надо в соцсетях потыкаться что делать в принципе вообще не надо с целью развлечения вот но это отдельная тема поэтому используйте как сам планировщик специальные программы отмечать этом все я повторюсь это желательно но не обязательно можете завести бумажный дневник если у вас великолепная память можете ничего не заводить и понадеяться только на себя но на себя надейся коммуникатору в этом плане доверяй или дневнику своему доверяй это хороший инструмент для того чтобы двигаться вперед и семимильными шагами тот кто даже обладает великолепной памятью вот я не жалуюсь на память на свое она мне очень хорошая вот но я веду такие самодельники позволяет гораздо лучше выстраивать а планинг на перспективу и видеть хорошо прогресс когда вы видите исходную точку видите конечную видите весь путь вы достигаете результата намного быстрее поэтому я и вам это рекомендую